Представьте себе разноцветную палитру морских обитателей, плывущих в бескрайних просторах океана Веры. Среди них выделяются особенные, яркие рыбки, которые, несмотря на бурю, сомнения или волнения, остаются непоколебимыми в своей преданности морскому царству. Именно эти рыбки – остаток тех, кто остается верен Богу в любых обстоятельствах. В нашу эпоху, когда мир переживает бурю различных духовных волнений и идей, важно понять, что делает нас частью этого особенного остатка. Давайте перенесемся в область моральных и этических дебатов в обществе. Время, когда библейские принципы сталкиваются с современными идеями и стандартами. Свобода слова и вероисповедание в США – это не только право выражать свои мысли, но и право не высказывать те идеи, которые противоречат вашим убеждениям. Примером этого является случай с Джо Кеннеди, тренером по американскому футболу в школьном округе Бремертон, штат Уашингтон. Это произошло в 2022 году. Он был уволен за то, что молился на играх своей команды. Кеннеди утверждал, что его молитва была личной и не вовлекала учеников, а его увольнение нарушало его права на свободу религии и выражения мнений, которая гарантирована первой поправкой Конституции США. Дело вызвало значительное внимание общественности и медиа. Верховный суд в своем решении поддержал Кеннеди, указав, что школьный округ нарушил его права, запретив ему молиться на поле. Суд указал, что действия Кеннеди относятся к защищенной первой поправкой личной религиозной практики. Однако это лишь один из множества подобных случаев судебных разбирательств. Все это показывает нам, дорогие друзья, что даже в стране свобод приходится защищать свое право на вероисповедание. Выступить против популяризирующихся идеологий, которые вызывают разделение не только в обществе, но и в христианских церквях является реальным вызовом для нас сегодня. Итак, давайте взглянем на откровение 12 главу, 17 текст, чтобы понять, что такое остаток и каковы его характеристики. И расцвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В современном переводе под редакцией Кулаковых мы читаем следующий вариант этого текста. «Разъярился дракон на жену и отправился воевать против потомков ее, оставшихся верными Богу против тех, кто заповеди Божьи соблюдают и хранят верность Иисусу». Видение 12 главы Откровения подготавливает почву для того, что произойдет во второй половине книги Откровения. Эта глава знакомит нас с тем, что является центральной темой книги Откровения, а именно с темой великой борьбы между добром и злом. Это указывает на то, что то, что происходит на земле, является частью того, что происходит в космическом масштабе. То, что происходит с христианами на земле, когда они страдают от угнетения и лишения из-за своей верности Христу, является лишь частью великого затяжного конфликта между добром и злом. Таким образом, понимание 12 главы книги Откровения является предпосылкой для интерпретации всех трудностей последнего времени в контексте этого великого конфликта. В первой части главы 12 мы видим, как Сатана пытается уничтожить Христа на земле. Затем с 7 текста нам рассказывается о его изгнании с небес вместе с ангелами. И, наконец, в последней части с 13 текста описывается его усилие по уничтожению церкви и остатка народа Божьего. Глава 12 выводит на сцену двух главных действующих лиц заключительной драмы земной истории. Дракона, которого мы называем Сатаной, и остаток, который является потомками женщины церкви и является последователями Христа. В Откровении Сатана рассматривается как настоящий враг и принимается его существование как нечто само собой разумеющееся. И рассказывается о нем достаточно, чтобы показать, что он сильный, что он реальная и устрашающая фигура. Планета Земля стала полем битвы великих полемик. Претерпев неудачу своей попытки уничтожить Христа и сместить церковь, Сатана исполняется яростью. Он полон решимости вступить в свою последнюю битву и одержать победу над теми, кого считают остатками, потомками женщины, то есть церкви, живущими в последний период земной истории. Таким образом, события последних дней – это последняя попытка Сатаны уничтожить святых и помешать осуществлению божественного замысла в мире. Это указывает на то, что в финальной битве между Христом и Сатаной церковь находится на передовой. Торжественная победа Бога над Сатаной знаменует собой начало правления Бога в мире и царской власти Христа. В отношении начала правления Бога и поражения Сатаны используется слово «ныне» в 10 тексте 12 главы. Но как объяснить победу Христа над Сатаной? Установление правления Бога в мире и свободу от Сатаны во Христе в свете того факта, что последователи Христа все еще подвергаются угнетению и вреду со стороны Сатаны. Представляется, что эту концепцию следует понимать в рамках общей новозаветной концепции «сейчас и еще нет». Сатана уже побежден, и Христос теперь осуществляет свое владычество со всей властью на небе и на земле. Однако подавление всех восстаний еще не произошло. Лишь в конце тысячелетия Сатана и его сообщники будут окончательно уничтожены, и Вселенское Царство Божье будет установлено на веки. Здесь очень популярна иллюстрация из Второй мировой войны, приведенная Оскаром Кульманом. После дня Д, когда союзные войска разгромили немцев в решающей битве в Нормандии, стало ясно, что исход войны – лишь вопрос времени. Хотя решающий эффект этого сражения, возможно, не всеми был признан, тем не менее он уже означал победу. Но войну все равно пришлось довести до конца. День победы, когда Германия капитулировала, и враждебность наконец-то прекратилась. Христиане находятся в период решающей битвы, когда Христос одержал победу над сатаной на кресте, и днем победы, когда Христос вернется на землю и окончательно уничтожит зло. До тех пор, по мнению Павла, Христу должно царствовать, доколе не низложить всех врагов своих под ноги свои. Таким образом, понятно, что сатана осознает, что у него мало времени, согласно 12 тексту. Конфликт между Агнцем и Драконом показывает, что весь исторический процесс можно интерпретировать как войну, которая заканчивается не безнадежным дуализмом, а победой Бога. Откровения ясно показывают, что сатана действительно является побежденным врагом. Он потерпел поражение в решающей битве на кресте, где его судьба была окончательно решена. За всю историю постоянных противостояний, притеснений и его попытки разрушить и смести церковь потерпели неудачу. В этом и надежда, и предупреждение для народа Божьего сегодня, когда он сталкивается с событиями последних дней. Для них есть надежда, зная, что они противостоят уже побежденному врагу. Но осознание сатаной того, что он слишком много раз терпел неудачу, делает его злым и осторожным. Поэтому он вступает в финальную битву против последователей Христа, более чем прежде, желая выиграть битву. В Откровении в 12 главе, в 17 тексте мы находим греческое слово «лопос», употребляемое здесь во множественном числе, означающее «оставшиеся» или «отдых». Это слово принадлежит группе нескольких еврейских и греческих слов, которые в английских переводах и в русских переводах обычно переводятся как «остаток». Остаток в Ветхом Завете обычно используется для обозначения группы израильтян, которые пережили войну, пережили разрушение или другие бедствия и были пощажены, чтобы продолжать оставаться избранным народом Божьим. Приведу два примера из Ветхого Завета, которые говорят об идее остатка. Книга пророка Исаия, 10 глава, с 20 по 22 текст. «И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народы у тебя, Израиля, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдой». И второй пример из книги пророка Иеремии, 23 глава и 3 текст. «И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться». Тема остатка в Ветхом Завете заключается в том, что когда большинство людей отступило от веры, небольшой остаток остался верным Богу. Мы имеем пример, когда Бог наполнил Илии, что было 7 тысяч человек, которые не преклонились перед Ваалом. В Откровении слово «лопои» «оставшийся» или «остаток» встречается только три раза по отношению к народу Божьему. «Оставшийся» или «остаток» используется в послании к церквям Феотири и Сардису, а также в 12 главе в 17 тексте по отношению к народу Божьему последнего времени. Контекст указывает на то, что слово «остаток» в 12 главе в 17 тексте явно относится к эсхатологическому остатку верных Божьих людей, которым предстоит пережить последние события земной истории. Они идентифицируются как те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисусова. Итак, мы имеем две характеристики народа Божьего «остатка» – те, которые соблюдают заповеди Божьи и те, которые имеют свидетельство Иисуса. Соблюдение заповедей Божьих играет важную роль в жизни «остатка» – тех, кто призван оставаться верным Богу в последние дни. Это не просто выполнение внешних ритуалов, но и осознание, признание духовной значимости и исполнение в своей повседневной жизни. Итак, мы имеем две характеристики – соблюдение заповедей Божьих и хранение или свидетельство Иисусова. Соблюдение заповедей Божьих играет важную роль в жизни «остатка» – тех, кто призван оставаться верными Богу. Это не просто выполнение внешних ритуалов, но и осознание и признание духовной значимости и исполнение их в повседневной жизни. Одним из основных библейских стихов, подтверждающих важность соблюдения заповедей, является книга Исхода, 20 глава, с 3 по 17 текст, где Бог дал израильтянам 10 заповедей на горе Синай. Эти заповеди, включая заповедь об уважении или почитании субботы, призваны направлять жизнь верующего человека и укреплять его духовную связь с Богом. В книге-притче мудрый Соломон говорит, «Боящиеся Господа соблюдают заповеди, и в том, что он усерден, нет никакого зла». Этот стих подчеркивает, что соблюдение заповедей Божьих не только приносит благословение, но и является проявлением преданности Богу. В Новом Завете Иисус подтверждает важность соблюдения закона Господнего, сказав, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Это показывает, что для тех, кто следует за Христом, за своим Учителем, за своим Господом, соблюдение заповедей Божьих является неотъемлемой частью веры и их преданности. Таким образом, согласно этим текстам, остаток призван к соблюдению 10 заповедей, к осознанию их духовного значения в своей повседневной жизни, так как это проявление любви и преданности своему Богу. Вторая характеристика – это имеют или хранят свидетельство Иисусова. Греческое слово «эко» в Новом Завете означает «владеть», в смысле крепко держаться того, что имеешь. Это указывает на то, что остаток в книге Откровения в 12 главе 17 тексте владеет свидетельством Иисуса. В Откровении в 1 главе во 2 тексте свидетельство Иисуса – это слово Божье, которое Иисус сообщает Иоанну. И в видении Иоанн говорит о свидетельстве Иисуса Христа. Это предполагает, что содержание Откровения принадлежит Христу, свидетельство, которое он дает своей церкви посредством или через пророка Иоанна. Но в Откровении в 19 главе, в 10 тексте, мы читаем о том, что свидетельство Иисусова – это дух пророчества. И как мы знаем, роль пророка в Новом Завете – нести свидетельство об Иисусе Христе своему народу. Таким образом, свидетельство Иисуса в Откровении относится либо к его самооткровению церкви посредством действия Святого Духа, через вдохновение своих слуг пророков. И как мы знаем, пророки в Новом Завете являются носителями Откровения Христова. Именно за это верное свидетельство Слову Божью и свидетельство Иисуса Иоанн и был сослан на остров Патмос. В Откровении в 12 главе, в 17 тексте указывается, что пророческое Откровение не умерло вместе с Иоанном, поскольку Божий народ последнего времени, в период заключительной битвы, будет обладать пророческим даром, который и есть, в свою очередь, свидетельство Иисусова. Дорогие друзья, Господь открывает нам будущее. Он дает нам понимание настоящего. Господь показывает, какими характеристиками обладает остаток народа Божьего последнего времени. Для каждого из нас это возможность пересмотреть свою жизнь, чтобы победа Христа была не просто бесполезным фактом в нашем наборе знаний, но реальность, которая предопределила бы нашу жизнь сейчас и наше будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok